Солнце выжигает поля. Уже давно не было проливного дождя, и почва страдает без влаги. Это серьезная проблема для сельского хозяйства. Очевидный результат – снижение урожайности. Участки, где посевы сгорели под лучами безжалостного солнца, ускоренно пересеивают. В регионе засуха уже повредила и уничтожила более 11 тысяч гектаров посевов. Полторы тысячи из них в Гомельском районе. Ситуация здесь показательна для области в целом. Пересев полей – мера вынужденная, но ее предусмотрели заранее и создали необходимый запас семян. Гомельский регион в таких погодных условиях называют самым сложным в стране. Аграрии даже боятся повторения прошлого года. Тогда, чтобы не остаться без кормов, ставку сделали на кукурузу. В этом году на нее тоже рассчитывают. Посевные площади удвоили. Главное, чтобы жара хоть немного отступила. Недостаток влаги текущего года сказывается у нас и на кукурузе. Хотя остается уверенно, в том, что кукуруза даст свой результат. То есть это быстро растущая культура. Она в день может достигать 12 сантиметров прироста. Хотя сейчас, как я уже сказал, она отстает в росте. Сложно в такую погоду и самим работникам агропромышленного комплекса. Например, чтобы меньше находиться в раскаленных кабинах сельхозмашин, для трактористов предприятие «Тепличное» перенесли начало рабочего дня. А еще тех, кто в поле, обеспечивают не только обедами, но и холодной водой. В связи с высоким температурным режимом сместили график работы на более ранние часы. То есть начинаем работу в 4 часа утра и заканчиваем 10 дня. Потом механизаторы отдыхают и, следовательно, вечером. Начинаем работу в 8 часов вечера и до 10-11 вечера. Устраивает ли работников такой режим? Вполне устраивает, потому что днем при такой температуре в тракторе, в кабине сидеть очень сложно. Кондиционера нет. Сохранить в такую жару нужно не только урожай, но и леса. Почти во всех районах введен запрет на их посещение. Такие решения принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов ПЧС. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отследить введение и снятие ограничений в своем регионе. За нарушение данного запрета граждане привлекаются к административной ответственности в виде предупреждения либо штрафа до 25 базовых величин. Если в лесной прохладе спасаться от жары сейчас запрещено, то на водоемах самое время. Но и от воды тоже порой приходится спасать. Речь о купании в непредназначенных для этого местах. Сейчас на таких участках водоемов множество отдыхающих. А специалисты тем временем не устают напоминать, где купаться можно и как правильно себя вести. Только вдумайтесь, с начала года вода унесла жизни 20 жителей Гомельской области. Из них трое – дети. Что касается взрослых, многие из них находились на водоемах в нетрезвом состоянии. А сейчас при такой жаре плохо может стать и без спиртного. Тепловые и солнечные удары очень опасны для человека. Специалисты призывают не заплывать далеко от берега и по возможности избегать посещения пляжей в самые жаркие часы. Необходимо отдыхать только в тех местах, которые для этого предназначены и где максимально возможно может быть обеспечена безопасность окружающих. Это и помощь спасателей, это и наличие развитой инфраструктуры, возможности подъезда и скорой помощи. Госавтоинспекция также озвучивает в эти жаркие дни свои рекомендации. Инспекторы просят водителей тщательно контролировать самочувствие за рулем. Ведь в жару они устают быстрее. Внимание рассеивается, а реакция на нештатные дорожные ситуации значительно ухудшается. Но какие бы коррективы в нашу жизнь не вносила жаркая погода, все-таки лето есть лето. Все мы его ждем и очень любим. И нужно радоваться ему так, как это умеют делать только дети. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Игорь Морищенко. Новости недели.